Я пойду покурю. Я говорю, как? Сынок, ты куришь? Говорит, да, я курю. Я, говорит, сижу, курю. А он сидит рядом молится. Жена уже, говорит, посоветовала обратиться к психиатру. В моей будности в монастыре я познакомился с интересным человеком, с одним художником. Алексей Семенович, Рассаль, Воронов. Очень интересный человек. Для меня он даже был не столько интересный как художник, как духовный человек. Человек, который никогда не унывал. Я его ни разу не видел унывающим. Прошел и войну, и концлагерь. Человек такой несгибаемый. И вот он у нас реставрировал храм один, расписывал. И мы так вот с ним подружились, хотя разница у нас была очень большая в возрасте. Ему где-то было 70 примерно. Мне где-то 40, наверное, не было. Я один раз его попросил, мы просто звали его все Семенович. Почему-то так вот прижилось. Ну, конечно, не обижался, естественно. Все его очень любили. Отзывчивый человек так и был. И один раз я его попросил, говорю, Семенович, а научи меня реставрировать иконы. Говорит, да нет проблем. Так вот человек живой. И один раз меня встречает в монастыре, говорит, трясет связкой ключей, говорит, пошли. Я сначала не понял, куда, чего. Подходим к одному зданию, в которое я никогда не заходил, не знал, чего там. А это оказался склад икон, которые уже не подлежат восстановлению. И мы с ним пришли. Я не видел никогда в жизни столько икон. И мы с ним выбрали. Они на полках на полу везде стопками стояли. Выбрали прямо такие, которые еще можно, из которых еще что-то сделать. И он как бы решил меня на них учить. И мы набрали стопку, принесли к нему в мастерскую и начали реставрировать. Мы делали это каждый вечер, собирались, потому что днем у нас было много работы. И он меня учил, как все это делать. Похоже, что-то процесс такой, как фотографии раньше проявляли. Немножко такой похожий процесс. И каждый вечер он что-то рассказывал, такой интересный в своей жизни. А ему действительно много чего было рассказать за свою жизнь, очень много интересного. и вот он один раз, мы что-то сидим за столом, что-то занимаемся, и вдруг он резко ко мне поворачивается и говорит, а хочешь, я тебе расскажу, как я бросил курить? Я немножко не ожидал, как он так резко говорит, давай. Я в свое время был на войне, воевал и в концлагере сидел. И вот когда я вернулся в Москву, я стал ходить в один храм, и там был один схемонах такой схемничек, такой тихий, скромный. И один раз он ко мне подошел и говорит, Леша говорит, а ты можешь с фотографии сделать икону с репродукцией? Он говорит, ну я ни разу не делал, ну могу, вот таким голосом говорю, ну я попробую. И вот он рассказывает, мы сидим в комнате при храме в одной, и я пишу эту икону. Ну я что-то как-то устал, говорит, и говорит, ну все, я пойду покурю. Он такой, как, сынок, ты куришь? Говорит, да, я курю. Ну ладно, пойдем покурим. И вот они сидят на скамеечке недалеко от храма. Я, говорит, сижу, курю. А он сидит рядом, молится. Вдруг резко ко мне поворачивается. Говорит, а можешь бросить курить? Нет, нет, я не, нет. Ладно, ну ладно. Вот сидят, отец, отец, отстань от меня. Все, больше не подходит. Ну все, ладно, ладно, ладно. Такой смиренный схимничек. Вот. Ну в общем, они целый день там занимались. Говорит, приходят домой. Я прихожу домой, говорит, закуриваю. И вдруг сзади. А можешь брыж курить? Поворачивается. Никого нету. Ну как-то странно. В общем, дошло до того, что жена уже, говорит, посоветовала обратиться к психиатру. Вот. Как каждый раз, когда он закуривал, вот. А каждый раз у него за спиной. Но он все-таки решил, говорит, нет, ладно. Ладно, я полгода попробую. Значит, полгода он не курил. И, говорит, через полгода я пошел, закупил разные папироски там всевозможные и купил чекушку водки. Значит, наливаю стакан, вот, выпил. Думаю, что бы мне закурить? Выбирает папироску какую-то, закуривает. Раз. И сидит, ждет. Тишина. Ну все. Слава Богу. Еще раз затягивается, вдруг затягивается. А можешь брыж курить? Все, говорит. Я, говорит, бросил. Бросил еще на год оставил. И через год все тоже повторилось. Говорит. И вот, говорит, я вот так вот и бросил курить по молитвам схимонаха. Вот. Такие вот сильные молитвы схимника. Вот такие вот чудеса вот происходят. Почему действительно вот схимонах за него молился? Ну, во-первых, я вспоминаю, я где-то давным-давно видел в интернете такую, увидел фотографию. Подпись еще была такая, бывает, под этой фотографией называлась Богомаз. Значит, сидит человек, какой-то мужчина, что-то икону пишет, и у него в губах такой бычок торчит. Ну, это, конечно, неправильно. Вот. А когда люди берутся писать иконы, вообще с самого начала, давным-давно это еще было, сейчас как-то уже меньше на это обращать внимание, а раньше постились где-то 40 дней для того, чтобы начать писать иконы. И берут специальное благословение у священников, вот, на это дело без благословения вообще никак. То есть, икона должна отображать чувство от того человека, который писал эту икону, он молился. И вот, иногда, вот, на икону смотришь и видишь действительно душу того человека, который писал, он вкладывал всю свою душу, он молился. Поэтому без молитвы ни в коем случае, конечно, писать иконы вообще нельзя. Конечно, этот схемонах, он естественно помолился за Алексея Семеновича, молился, чтобы, конечно, это был промысел Божий, если, конечно, вот таким способом бросил курить, если сзади его был голос, то, конечно, здесь был промысел Божий, этот схемонах за него помолился, чтобы он действительно, он увидел, что он в будущем, конечно, станет замечательным иконописцем, а курение здесь вообще совершенно не вяжется с этим делом, с таким благочестивым делом, конечно, он сделал так, что, конечно, бросил курить и помолился, чтобы он стал замечательным иконописцем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok